В продолжение темы, напомню, наша съемочная группа уже второй день работает в Вагайском районе, где сложилась непростая обстановка, особенно в селе Тукус. На прямой связи со студией моя коллега Инна Михайловская. Инна, здравствуй, расскажи, какие новости и в каком населенном пункте находитесь сегодня? Добрый день, мы находимся в селе Второсолинское. Оно расположено у Иртыша. И вот видно, что река уже зашла непосредственно в сельское поселение. Есть пострадавшие. Но еще хочу добавить, что пока мы ехали из Вагая сюда, в это село, дорога, а она находится примерно, высота ее 2-2,5 метра, так вот она уже местами подтоплена, потому что вот настолько Иртыш поднялся, да плюс еще и болото тоже выталкивают воду. Что касается непосредственно села Второсолинское. Вот моя собеседница Раиля Загорская у нее уже затопила дом. Раиля, расскажите, пожалуйста, как сейчас обстоят дела у вас? Двадцать девятого вечера, где-то в пол восьмого, ага, пришла вода. Быстро. К утру уже во дворе была вода по колено. И тридцатого, и первого в доме уже была вода до уровня, ну, среди, не знаю, как вам сказать, сапог уже не хватало. Сапог заливало уже. Вы успели мебель поднять, животных куда-то перевезти? Мы думали, что успели. Затопило во дворе баню все, и туалеты, и летняя кухня, а в доме уже там нечего говорить. Вы вообще ожидали, что вот такая вода будет? Нет, не ожидали, не ожидали. Все думали, все это уйдет, все будет хорошо. Все вокруг дома было чисто, готовились к первому маю. Но это была такая беда, общая беда нам пришла. Спасибо большое, Рейля. Я хочу сказать, что сюда прибыла бригада МЧС. Сейчас они разворачивают лодку, будут объезжать затопленные территории. Какая, возможно, помощь будет оказана. Ну, естественно, и местный муниципалитет тоже не оставляет пострадавших. Вот сегодня привезли им первую материальную помощь и будут раздавать. Ну, а как будут разворачиваться события дальше, расскажу в следующих выпусках новостей. Студия. Спасибо, Инна. О поводковой ситуации в Вагайском районе рассказала Инна Михайловская. Наша съемочная работает там уже второй день.